Здравствуйте, давайте продолжать. Все операторы в наших программах до сих пор выполнялись строго по порядку, сверху вниз. Но иногда нужно бывает выполнять некий блок программы в зависимости от некоторого условия. Чтобы поставить условие, нужно воспользоваться оператором if. Давайте рассмотрим на примере. Итак, пишем if, дальше пишем в круглых скобках условие, в данном случае x больше 10. Внимание, это условие всегда возвращает логический тип данных, bool, который принимает всегда два значения. True, это истинно, и false, ложно. То есть, если наше условие x больше 10 истинно, то есть равно true, то в этом случае у нас выполняются те инструкции, которые написаны внутри фигурных скобок. Если же наше условное выражение возвращает ложно, то есть false, то программа не зайдет внутри фигурных скобок, а продолжит свое выполнение дальше. В общем виде можно представить следующим образом. Пишем if, то есть если, внутри фигурных скобок пишем условное выражение, оно всегда должно возвращать логическое значение, либо истинно, либо ложно. Если данное выражение вернуло истинно, то программа выполняет те инструкции, которые написаны внутри фигурных скобок. Если же результат ложен, то программа выполняет свое действие после фигурных скобок. Однако операторы if могут быть еще и вложены друг в друга. Рассмотрим на примере. Итак, у нас есть условие, если x больше 10, и внутри фигурных скобок мы пишем еще одно условное выражение, если y меньше 8. Если оба условия выполнились, то есть мы зашли сначала сюда, а затем сюда, то у нас выполнится следующий блок программы, то есть на консоль выведется сумма двух чисел. В остальных случаях у нас либо первое выражение вернет false, либо второе выражение вернет false. Также заметим, что если первое выражение вернет false, то второе условное выражение у нас не выполнится, так как мы не зайдем внутри фигурных скобок. Мы узнали, что оператор if позволяет выполнять некоторый блок инструкции в зависимости от того, истинно ли выражение. Однако, если условие ложное, мы никаких инструкций не выполняем. Для того, чтобы выполнять некоторые инструкции, если условие ложное, нужно воспользоваться полной записью условного оператора, то есть добавить еще выражение else. Оно еще переводится как иначе. То есть полная запись у нас будет выглядеть следующим образом. Если условие истинно, то выполняем инструкции, которые написаны внутри фигурных скобок. Если же данное условие ложно, то есть оно возвращает значение false, то мы выполним те инструкции, которые написаны в фигурных скобках, которые относятся к else. Внимание! Else без if не употребляется. То есть каждый else относится к одному if, и оно должно следовать строго после него. Давайте рассмотрим пример. Нам нужно определить, является ли число положительным. Для этого делаем следующее. Вводим целое число. Дальше пишем условие. Если данное число больше нуля, то есть положительность как определяется, оно определяется тем, что мы сравниваем его с нулем. Если оно больше нуля, значит это означает, что число положительное. Внутри фигурных скобок мы выводим сообщение, что число положительное. Если же условие ложно, то мы выполняем инструкции, которые написаны в else. То есть выводим неположительное. В условных выражениях можно пользоваться, даже нужно пользоваться операциями сравнения. Давайте рассмотрим их на примере. Итак, у нас есть 3 целых числа b, c, d, которые равны 2, 3, 2 соответственно. Давайте выведем на консоль результат каждой операции. Первое. b больше c. b равно 2, c равно 3. 2 больше 3? Нет. Значит здесь выведется false. b меньше, чем c. 2 меньше 3? Естественно меньше. Вводим true. b больше либо равно c. 2 больше либо равно 3? Нет. b больше либо равно d. 2 больше либо равно 2? Да. Вводим true. b равно c. 2 не равно 3. b и d равны. Значит у нас результат будет истинным. b не равно c. 2 не равно 3. Да. Это истинно. Как мы видим, результатом операции сравнения является логический тип данных. Давайте рассмотрим пример для лучшего закрепления материала. У нас есть два числа, нам нужно определить равны они или нет. Итак, в первых двух строчках мы вводим два числа. Далее мы проверяем с помощью операции сравнения. То есть два раза равно, это означает то, что мы сравниваем одно число с другим. Если первое число равно второму, значит мы вводим yes, то есть они равны. Если же это условие ложно, то есть они не равны, значит мы вводим no.